Альпака из семейства верблюдовых является травоядной домашней, приручена человеком 6 тысяч лет назад. Альпаки были источником меха и шерсти для одежды и обуви. Их предками являются парнокопытные викунии, жившие в вандах. Альпаки считаются долгожителями и живут до 20-25 лет. Число альпак в естественной среде обитания сегодня 3,5 миллиона. Питаются они травой, сорняками, многолетниками. На фермах едят овощи, фрукты и минеральные добавки. Это улучшает качество руна. Потребность в кормах у них низкая. Для выпаса 25 альпак достаточно пастбища в 1 гектар. Им постоянно необходима свежая трава. Животные имеют физиологическую особенность. Нет верхних резцов. Из стебли приходится срывать губами. У этих животных дневная жизнь. Вечером они пережевывают пищу. В дикой природе альпаки живут стадами. Самки вынашивают одного детеныша 11 месяцев. Животные имеют кроткий нрав. Выращивают альпак ради шерсти, которая отличается чистотой, прочностью и тонкостью. Окрас бывает белый, кремовый, коричневый и черный. Имеет 52 оттенка. Шерсть устойчива к атмосферным воздействиям. Не содержит ланолим. Легкая и прочная. Имеет теплоизоляционные, водоотталкивающие и гипоаллергенные свойства. Из нее делают домашний текстиль, ткани, пряжи и одежду. Кроме шерсти ценится кожа. Мясо также не остается без внимания. Диетологи признали его вкусным и диетическим. В 100 граммах мяса мало жиров и 23 грамма белков. Взрослая альпака дает 23 килограмма мяса, из которого делают колбасы, ветчину и сосиски. Альпаки часто являются домашними питомцами, так как отличаются спокойствием, умом и покладистостью. Участвуют в психотерапии при депрессивных расстройствах. Скрашивают одиночество старикам, играют с детьми-инвалидами. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok